Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу пожелать всем отличной недели, прекрасного настроения. И давайте мы с вами посмотрим сегодня расклад, который предложила Наталья Петрова. Название вы его видели. Суть расклада в чем заключается? Поясню немножко ее комментарий. Ее интересовал, если я правильно поняла, вопрос в плане того, что когда мы проходим некую такую трансформацию, мы все время делаем ну если мы конечно этим занимаемся, мы все время делаем какие-то выводы, анализы по поводу прошедшего и в дальнейшем двигаемся в соответствии с теми выводами, которые мы сделали. И здесь у нее встал как раз такой вопрос, а верно ли я выводы делаю? То есть может быть я где-то в чем-то ошибаюсь. Ну то есть, допустим, прошел какую-то трансформацию, да, и мне показалось, что надо было сделать вот такие выводы. А на самом деле ситуация может быть обстоит немножко иначе. И вот хотелось, знаете, иногда как некая такая подсказка, правильно ли я вообще выводы делаю или нет. Вот. Ну вот в таком формате примерно мы будем делать расклад. Если вы считаете, что вы прошли трансформацию и все у вас правильно, все у вас верно, вы выбрали нужный и необходимый вам путь, то скорее всего этот расклад не для вас. Если все-таки есть какие-то сомнения, правильно ли я сделала выводы после трансформации, то можете посмотреть для информации, для интереса. Позиции видите, тайм-коды есть, а мы с вами сразу приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. И сначала, наверное, я посмотрю, какую трансформацию проходили, чтобы понимать, ну, немножко как некая такая наводка, как сигнификатор. Вот. А потом все остальные вопросы. Итак, в чем заключалась ваша трансформация? Давайте смотрим. Тройка кубков и Верховная Жрица. Так, что здесь с этой Верховной Жрицей я хочу уточнить. Так, здесь, знаете, не то чтобы какие-то сомнения, а чисто интуитивно я понимаю эту ситуацию. Вот. Но четко конкретно сказать вот как-то сложно. Что я вижу, и мы, наверное, потом уточним эти вопросы. Во-первых, тройка кубков у нас все время говорит о легкости. И по первой позиции я неоднократно говорю о том, что вам не хватает легкости, более легкого такого отношения к жизни. Потому что люди, которые смотрят всегда первую позицию у меня на канале, это люди такие здраво подходящие, да, достаточно реалистичные. И у них подход такой к жизни. И люди, которые берут ответственность, очень много, скорее всего, несут ответственности в своей жизни. Вот. Им присуща такая, знаете, серьезность, которая переходит вот в такую, такую достаточно императорскую тяжелую энергию. И поэтому я могу предположить, что здесь трансформация, она проходила как раз-таки в этом ракурсе, да. Чтобы привнести в вашу жизнь немножко легкости, немножко такого, знаете, слишком много значимости вообще придаете жизни и тем ситуациям, которые вы проходите. В общем, ощущение того, что вы как будто бы очень серьезно вообще относитесь к жизни, да. И вот не хватает вот этой игривости, где-то может быть на что-то махнуть рукой, где-то более проще относиться к каким-то ситуациям. Потому что это вот вас как-то грузит. И вот у меня ощущение того, что трансформация, она как раз-таки была связана с тем, что, возможно, вы какие-то знания, которые получаете, философские, эзотерические, психологические, по верховной жрице, какие-то мистические, может быть, может быть, и религиозные тоже, как вариант. То есть знания сакральные, вы к ним, может быть, относитесь вот прям слишком, знаете, серьезно в плане того, что, ну вот они для вас очень цены, они для вас очень значимы. И когда что-то идет не так, как вы знаете, вот именно в плане ваших взглядов на мир, да, и понимания жизни, то это очень сильно вас как-то, может быть, напрягает. Ну, приведу пример, что, может быть, в беседе, когда у вас есть эти глубокие знания, а у вашего оппонента их нет, и он высказывает какую-то свою поверхностную точку зрения в силу того, что не углублялся, не изучал. Вот это может вас как-то раздражать, да, у вас может появляться желание как-то ему что-то показать, изменить, может быть, передать какие-то знания. Вот, и человек с этим не согласен, и вот на этом моменте могут происходить некие такие конфликты. И здесь ситуация, трансформация, она была связана с тем, что тоже как вариант, помимо знаний, потому что выпадает рядом как раз-таки аркан звезды, причем это два аркана из трех, которые показывают женскую ипостать как раз-таки. То есть это невинность, да, девственность, и уже более зрелый возраст по аркану звезды, да, когда женщина, ну, еще называют ее женщиной-старухой. Мне это не очень нравится, но женщина, так скажем, опытная. Вот, и обе, причем оба аркана, они такие звездные, они высоковибрационные, да, духовные. И в том, и в другом аркане отсутствует земное наслаждение именно при помощи тела, при помощи плоти, да. Вот, и здесь я могу это трактовать, что ваша трансформация, она была связана как раз-таки с состоянием вашей души. И вот как будто бы вы здесь проходили уроки, связанные как раз-таки с вашим проживанием, проживанием вашей души в теле. Возможно, ранее у вас были такие, такое мнение, такие взгляды, что путь жизненный, он такой, знаете, вот через страдания, через терни к звездам. И, возможно, трансформацию, которую вы проходили буквально недавно, либо еще проходите, вот она как раз-таки связана с тем, чтобы опровергнуть то, во что вы верили, в плане того, что этот путь, он должен быть сложный, да. Может быть, до какого-то определенного периода так оно и было, но вот сейчас ваш путь как будто бы, он должен быть более легким, да, то есть больше радости, больше счастья, более какой-то вот такой энергии, знаете, не обращаем внимания. Не потому что мы закрываем глаза на какие-то вещи и носим розовые очки, нет, а смотрим, скорее всего, на жизнь больше как некая такая игра, да, более непринужденно, как-то непосредственно, легко. Вот здесь про это, что как будто бы вам сейчас на данном моменте показывают, вот как-то изменили ваше отношение к жизни, то какие, может быть, у вас было такое ощущение, что вот я, ну, всю жизнь должна как-то платить какие-то долги кому-то отдавать. Я не имею в виду финансовые, я имею в виду кармические, да, вот страдания, очень много боли, очень много трудностей, невзгодов, вот, и вы как будто бы привыкли, может быть, где-то в некоторой степени и свыклись уже с этим состоянием. И вот здесь вот ощущение того, что сейчас как будто бы вам трансформация дана для того, чтобы вы как раз-таки вот этот вот весь груз, вот эту всю тяжесть свою, вы ее сбросили, мы посмотрели на жизнь немножко по другим ракурсам, что вот как будто бы, знаете, теперь можно жить иначе, теперь можно жить намного проще, намного легче. И вот трансформация ваша, она была как раз-таки и связана именно с вашим дальнейшим путем, да, по которому вы дальше двигаетесь. Здесь также еще может быть тот момент, что вот именно сейчас вам хотят показать, что тут, я не знаю просто слово предназначение, каким таким словом заменить, чтобы вам было понятно, ну ладно, пускай будет так, не очень-то я его люблю, что пришло время определиться с родом деятельности, которые вы будете делать, но уже как-то вот более масштабных каких-то форматах в соответствии с состоянием вашей души, вот так скажу. Ну простым языком, понятно, да, задуматься о своем предназначении, куда вам нужно двигаться, потому что здесь как будто бы, знаете, ну душа уже созрела, вроде бы отдала все долги, которые необходимы были на бытовом уровне, да, там детей воспитали, там что-то выучить, условно говоря, дом построить, вот. А сейчас осталось время, и это время я должна чему-то посвятить. Вот здесь вот про это, да, то есть вот это вот время, кому я буду уделять, что я буду, чем я буду заниматься, вот именно, не знаю, это не обязательно профессия, а это может быть хобби, это может быть служение, да, вот. Но здесь уже как-то вот такое ощущение, что вот вы начинаете задумываться о том, а что же хочет моя душа, чем моя душа хотела бы заняться, да, то есть вот я как будто бы разгрузился, знаете, как необходимость в развитии, эволюции человека, да, я выполнил вроде бы все задачи, детей нарожали, все, все при делах, вот, теперь хочу для себя пожить. И вот это вот для себя пожить, вот это вот как раз-таки понимание, чем я буду заниматься, да, что хочет моя душа. Вот, какого праздника здесь она может хотеть, да, вот я спрашиваю, о чем здесь тройка кубков и говорит аркан смерти, да, о завершении. Завершение того, что было в прошлом, да, когда вот теперь я уже буду как-то, ну, вот больше для себя, да, то есть то, что я и сказала, вот эта ответственность за других, а сейчас такое ощущение, что вот теперь я ответственен только за одного человека, и это я сам. Вот такая трансформация, такое большое вступление вам. Хорошо, давайте посмотрим первый вопрос внимательно, да, послушайте его, пожалуйста. Он звучит следующим образом. Какие неправильные выводы вы могли сделать после трансформации? То есть вы эту трансформацию еще не завершили, по ощущениям вы ее проходите. И вот какие вы, может быть, вы уже делаете какие-то выводы, что и как, и мы акцент сейчас сделаем на негатив, не на позитив, а на негатив. То есть какие неправильные выводы вы могли сделать после этой трансформации? Ну, либо в той трансформации, в которой вы находитесь сейчас, если вам созвучно то, что я говорила ранее. Какие неправильные выводы вы могли сделать? Знаете, вот у меня прям разрыв шаброна. Почему? Потому что я человек позитивный. У меня все время акцент идет на что-то позитивное. И когда вот неправильное, у меня прям, я теряюсь, то есть на чем сфокусироваться, на негативе, очень некомфортно. Какие неправильные выводы вы могли сделать? Ну, смотрите, о том, что о каком-то вашем движении, выводы вы могли сделать следующие, значит. И это неверные выводы о том, что, ну, например, зачем я ушел откуда-то. То есть это могут быть расставания с какими-то людьми. Либо почему я раньше не ушел. Вот здесь с каким-то движением, о каком-то движении идет речь. И рядом выпадает аркан Луны. Да, то есть вот здесь может быть выводы по поводу того, что я испугался, да, испугался и ушел. Вот почему? Либо наоборот надо было, например, как неправильный вывод, да, надо было уйти тогда, вот когда я хотел. Сейчас, ну, вот вы сожалеете, что, может быть, не ушли тогда, когда надо было. Либо не пошли тогда, когда надо было. Потому что были какие-то страхи. Потому что была какая-то непонятная ситуация. Здесь могут проходить такие моменты о том, что вот, а если бы я сделал вот так, было бы ли все так, как я хотел. Да, то есть причиной было какое-то движение. Что за движение? А, ну, вот смотрите, выпадает дьявол, да, и здесь какая-то вот привязанность, да. То есть, например, неправильный вывод в плане того, что я привязан к какому-то человеку, либо я привязан к какому-то месту. Вот ошибочные взгляды. Аж говорить не дают. И это действительно так, что я к чему-то, либо кому-то привязан, и я не могу сделать. Ну, я не знаю, например, я привязан к какому-то месту работы, и я вот тогда не мог поменять работу, переехать, например, когда хотел. Да, вот эти вот ошибочные выводы, которые вы сделали в плане этой трансформации. Почему, вот у меня такое, знаете, ощущение, почему, ну, помимо того, что вопрос звучал такой, какие ошибочные, здесь еще ощущение того, что какие бы вы неправильные выводы сделали, вот все произошло так, как должно было быть. То есть, если, например, случилось какое-то расставание, это сейчас не по картам, это вот у меня интуитивно идет в потоке, что это действительно так и надо было. То есть, если вы расстались с кем-то, да, так оно и должно было быть. То есть, это необходимо было и для вас, и для другого человека. Если бы, если вы, например, переехали, уехали с какого-то места, и вот ощущение того, что, ну, там было все хорошо, а вот сейчас у меня как будто бы плохо, и мне от этого некомфортно, вот, знаете, какие-то вот сожаления, то есть, так обобщим и скажем, то есть ли присутствуют какие-то некие сожаления по поводу того, почему я что-то не сделал ранее, либо наоборот сделал, и в том и другом случае, и не было какого-то движения, либо зря я ушел, то вот здесь такое чувство, что я это не сделал, либо наоборот сделал, потому что была какая-то вот привязанность, да, ощущение того, что здесь как будто бы вы перекладываете ответственность, вот, я не знаю, на другого человека, что это не ваш выбор был, что вы, допустим, решили куда-то уйти, либо вы, наоборот, решили остаться где-то, а вот как будто бы здесь такое чувство, что у меня не было выбора, вот у меня идет такое, да, ну вот приведу пример, например, на формате, я не знаю, отношений, да, что вот почему я, допустим, там, не ушла от мужа, боялась, страхи могут быть разные, что, например, не справлюсь, да, либо не смогу, там, прокормить детей, все такое, и вот я как будто бы привязана к этому человеку, потому что, ну, есть какие-то связи, обязанности, ответственность, всевозможные, вот это, вот такие, такого рода выводы, да, они неверны, то есть вас никто не держал, да, единственное, что вас могло держать в этой ситуации, это ваши собственные страхи, то есть это вы боялись, не было, ну, то есть вас насильно, никто не держал, за исключением, если, там, я не знаю, вас действительно, там, веревками привязывали, да, то есть вас сдерживали страхи, и что это за страхи, что, знаете, страхи, вот именно комфорта, в плане, знаете, иногда бывает так, когда ты говоришь человеку, что тебе так удобно, и человек может реагировать, как мне и что, мне удобно, когда меня, например, там, эксплуатируют, либо ко мне негативно относятся, либо как-то вот абьюзерское какое-то отношение, вот, если смотреть с точки зрения психологии, то там есть какие-то вторичные выгоды, и эти вторичные выгоды, как раз-таки показывают, что тебе в этом состоянии комфортно, потому что человек привыкает и адаптируется абсолютно ко всему, и даже, знаете, может жить много-много лет, даже в абьюзивных каких-то отношениях, и не уходить, и, казалось бы, людям со стороны, почему ты не уходишь, да, что, неужели страх того, что ты сам как будто бы не справишься, он сильнее того, чтобы вот на тобой как-то морально либо физически издевались, но вот в этом, как бы ни казалось парадоксально, тоже есть какая-то своя выгода, вот, и она намного больше того, почему человек не уходит, и это сейчас я к чему, это я вам поясняю, почему ваши выводы считаются, которые вы делали, сделали, да, неверными, то есть вы неверно истолковали, что вот, допустим, там, судьбой было предназначено, что вот я не должна была расстаться с этим человеком, либо противоположно, здесь я не могу сказать, так или не так, потому что восьмерка у копков, она всегда нам показывает продвижение, когда либо человек уходит от чего-то, либо он, наоборот, приходит, идет к чему-то, поэтому сами уже по своей обстановке смотрите, да, что у вас здесь происходит, что повлияло на такие суждения в вашем случае, желание, желание получить какой-то шанс, получить какую-то возможность, здесь может быть на любовь, здесь может быть на такое, знаете, благостное состояние, то есть может быть какие-то даже иллюзорные надежды, что вот вы где-то надеетесь, опять-таки на примере отношений покажу, на то, что, ну, вот человек как-то изменится, что он меня любит просто ситуация такая, да, то есть вот эти вот ваши надежды, о которых я говорила, вторичная выгода, ваша надежда на том, что, ну, вот я люблю, например, этого человека, я не могу его оставить, либо он меня любит, но он не показывает у него такой характер, здесь могут быть разные варианты, то есть что повлияло, десятка кубков, наполненность, ваш эмоциональный план, и туз педакли, надежда, надежда на счастье, надежда на то, что я не ушел от этого человека, потому что я где-то надеялся, верил, что вот будет все так, как я хочу, знаете, как это, любовь победит, вот, в таком плане, либо наоборот, я ушел, почему, потому что я там ощущал себя зависимым, и вот я надеялся на то, что где-то найду какие-то эмоции, может быть, найду семью, может быть, найду свою удачу, свое счастье, что-то лучшее, вот, и по этой причине, да, мне надо было уйти, то есть здесь опять-таки, просто ситуация такая двойственная здесь, по каким урокам вы получили неот, и вам надо будет сдавать, по каким урокам, уроки непосредственно связаны с башней, разрушением, башня у нас всегда показывает очищение, очищение на ментальном плане, на ментальном уровне, на уровне наших мыслительных процессов, что, какие шаблоны, какие убеждения надо было разрушить, то есть здесь вы получили, по поводу семерки пендаклей, смотрите, что здесь может быть, здесь может быть, почему нет, потому что вот это вот, знаете, вот эту вот надежду, я подожду, слишком много, наверное, даете, не то чтобы, скорее всего так, когда последних каких-то шансов, знаете, как мы говорим, вот второй шанс, все, больше другого не будет, а у вас он как будто бы и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, да, то есть, ваша вот вера в людей, и в то, что все может измениться, вот в этом плане, вы, у вас стоит неот, потому что вы все никак не можете, с одной стороны, разрушить вот эту вот вашу веру в лучшее в других людях, а с другой стороны, вот это ваше ожидание, когда вы не действуете, когда вы не двигаетесь дальше, здесь вот сижу, жду, вкладываюсь, складываюсь, то есть, смотрите уже, но не получаете результаты, чисто логично, нужно понять, что либо надо способ изменить, либо вообще оставить эту ситуацию, и уйти, а вы ее не оставляете, даже если она кажется, на первый взгляд провальный, вы ее доводите до самого конца, и потом уже можете разочароваться, да, это вот такой момент, но первично, вам нужно довести до конца, здесь у вас с временем, да, все, что связано со временем, у вас здесь нет, то есть, много возможностей, даете много шансов, и бездействуете, вот здесь вопросы бездействия, да, вас спрашиваю, о чем семерка пентаклей, выпадает аркан колесницы, говорящий о том, что как-то не двигайтесь дальше, вот зависаете, зависаете, и вот это ваша вторичная выгода, да, то есть вы не двигаетесь, зависаете, потому что, может быть, не хотите, может быть, потому что вам комфортно, да, независимо от того, что это может быть негативная ситуация, вот, но вы это как-то, знаете, для себя придумываете, такую модель, что, а, человек изменится, да, ну, то есть, с ним, как бы так сказать, ну, то есть, знаете, как с друзьями, ты понимаешь, что один раз тебя человек предал, второй, ну, если один раз предал, логично, и второй, и третий будет, да, потому что он, это выбор, это его выбор, а вот ваша надежда в этого человека, что нет, он изменится, и вот то, что я говорила ранее, вы остаетесь и продолжаете верить, это связано с тем, что у вас есть страх, а если я встречу нового человека, да, например, нового друга, а будет ли он уже таким проверенным, да, этот меня предал, но, как говорится, с этим человеком, я уже знаю его сильные стороны и слабо, а здесь надо начинать с самого начала, а вдруг это новое, оно будет хуже, чем то старое было, да, то есть здесь хоть старое, но оно известно, вот, чем будет что-то новое и непонятное, здесь вот эти вот убеждения, они у вас присутствуют, да, и поэтому вы не двигаетесь, то есть здесь страх движения пойти во что-то новое, поэтому мы соглашаемся на меньшее, вот здесь вот ваша трансформация об этом, я соглашаюсь на меньшее, я сам себя обесцениваю, просто потому, что я не верю в это новое, в которое надо пойти, оно вас не страшит, оно вам непонятно, и у вас нету желания идти в это новое, то есть ценности нового, она намного меньше, чем ценность старого, в вашем случае, вот здесь вот аркан смерти, который выпадал на тройку кубков, он как раз про это говорит, отпустите это прошлое, которое уже отжило, а вы его не отпускаете, вы вообще не отпускаете прошлое, вот, про это, и поэтому у вас нет, да, обращайте внимание, что вы, ну, частенько по умеренности в болотце сидите, и не двигаетесь дальше, и как вам это исправить, как исправить, как исправить, давайте посмотрим, как исправить, четверка кубков, фашпиндакли, и маг, ну, в принципе, вот это то, о чем я говорила, как это исправить, включить вашу мотивацию, помогу захотеть, да, захотеть, знаете, захотеть, поверить, поверить в то новое, которое, может прийти к вам, потому что четверка кубков, у нее смысл этого аркана, говорит о том, что я уже, знаете, как будто бы разочаровался, да, то есть здесь три кубка стоят, и из облака появляется рука божья, и дает еще один шанс, но человек его не берет, потому что ему кажется, что этот шанс, это такой же кубок, как те три, которые стоят перед ним, и он уже не верит, да, что вот есть решение, что кто-то уже может помочь, что вот этот вот четвертый кубок, да, внешне он может быть таким же, но наполнен он может быть чем-то другим, вот, и здесь вот это вот разочарование, не верит, в то, что это новое, оно не будет, как то хорошо забытое старое, вот это вот ваша причина, вот это вот ваше убеждение, и по магу здесь у нас, маг с психологической точки зрения всегда нам говорит про заниженную самооценку, почему, и здесь причина у нас связана как-то с подростковым возрастом, посмотрите, какие у вас там убеждения были в возрасте 13 и 14 лет, что-то мне там вот это вот показывает, когда у вас как будто бы формировалась ваша самооценка именно в этом возрасте, здесь вот этот момент, что знаете, как-то я недостаточно хорош, поэтому как исправить эту ситуацию, вам нужно, вот как вы верите в людей, вам нужно верить так в свое будущее, что это будущее по десятке кубков, оно будет, если вы этого захотите, у меня здесь ощущение того, что у вас нету желаний, нету желания, потому что попажу в педакли, нету вот этого вот интереса попробовать еще, знаете, такое чувство, что я старая душа, я много чего уже пробовала, и я 100% уверена, что не в моем случае у меня такого не будет, что вот я все проанализировала, я все продумала, все решил, и я понимаю, что вот это вот новое, то, которое я хочу, оно невозможно в моей жизни, то есть вы здесь как будто бы сами исключаете, я не говорю, что оно возможно или нет, я лишь говорю о том, что здесь у вас отсутствует желание, может быть, это на данный момент у вас такое настроение, состояние, что я в четверке кубков, я ничего не хочу, оставьте меня в покое, я и так сожалею о том, что где-то может быть поступил как-то поверхностно, но здесь вот какие-то сожаления идут, и отсутствие ресурсов, поэтому первично вам нужно захотеть, вот здесь вопрос мотивации, если вы захотите, мат может абсолютно все, и у вас все получится, здесь нету каких-то рекомендаций, что вот вам надо что-то исправить, вам тупо надо этого пожелать, вот даже так, причем может быть какие-то аффирмации говорить, что-то проговаривать, как-то озвучивать через слово, я не знаю, может быть желания какие-то писать, ну здесь что-то можете придумать, какие-то свои ритуалы магические, для того, чтобы что-то случилось из того, что вы пожелаете, а может быть здесь мы же говорили трансформацию в контексте именно нашего предназначения, как мы сказали, вот здесь вот может быть такое некое разочарование, что я уже много чего в жизни попробовал в плане какой-то деятельности, я уже не верю, что вот у меня есть какое-то предназначение, потому что я все никак не могу его найти, а если я его не могу найти, значит его не существует, ну вот такое простое умозаключение, да, вот, здесь вопрос по пажу педагли как раз таки связан с нашей самооценкой, с ценностью себя, да, то есть у вас способности по магу, а ценности у вас по пажу педагли, ну надеюсь, ощущаете, не зная карт, можете ощущать ощутить разницу в энергетике то есть я верю на 50 копеек способность у меня на 5000 вот вот такая вот разница в вашем случае поэтому подумайте да почему здесь найдите причину почему вас нету желаний где вы перестали верить сами в себе и вы перестали хотеть где вы сами себе запрещаете даже вот как-то мечтать и что-то желать и поэтому ваша трансформация то что мы говорили по тройке кубков я начала с того что вы слишком ответственный человек с этим как раз таки и было связано уберите эту ответственность уберите этот груз смотрите более легче проще взаимодействовать с жизнью как с игрой на сегодня я проиграю в одно предназначение завтра я проиграю в другое предназначение прекрасно кто вам запрещает кроме вас самих такая вот у меня была первая позиция я так интересно предполагал что я хочу сделать маленький расклад так позиция номер два давайте мы посмотрим сначала вашу трансформацию с чем она была связана вот потом все остальные вопросы как сигнификация чем у вас здесь была трансформация парка но мир завершение завершение какой-то ситуации и принятие вашего прошлого опыта с чем был связан этот опыт с мастерством да здесь какая-то вот профессиональная сфера либо смотрите здесь может быть работа работа в плане как профессиональной сферы но здесь еще выпадает у скупков здесь могут быть и личные отношения да то есть либо то как вы работали над личными вашими отношениями либо вообще работа в плане оттачивания своего мастерства до оттачивания ваших умений и при этом это должно было наполнять вас эмоционально то есть заканчивался этап но то здесь опять-таки как и в первой позиции да то есть две ветви развития могут быть она может касаться профессиональной сферы а другая может касаться именно личных отношений на и вот здесь идет трансформация с в плане завершения что именно здесь завершилась аркан императрицы да ну вот оттачивание смотрите и то и другое она имеет я имею ввиду профессиональной сферы лично и личные до отношений она имеет отношение к императрицы к становлению себя человека уверенного человека живущего именно в теле которые находятся в гармонии да имея соединяя скорее всего в себе вот эти две энергии принятия и отдачи императрица такая достаточно уверенная в себе личность которая знает что она хочет и она может получить причем способы достижения ее собственных желаний такие достаточно мягкие но напористые на это знаете вот как танк вроде бы у танка есть вот это вот верхушка которая крутится до дулу она может на повернуть и налево и направо но с другой стороны все равно танк он едет на пролом да то есть ему достаточно сложно развернуться да это так вот грубо здесь примерно также также в этот как она верховная верховная жрицу думу императрица такая заботливая мама но здесь энергии они земные да здесь не про духовность здесь не про космос здесь все про материю как таковое умение заводить правильные необходимые связи для того чтобы реализовать те желания которые мне необходимые здесь по императрицы всегда на первый план у нас выходит эмоциональный фон и на второй план уже логика то есть первично мои желания эмоции проживания вот все остальное как говорила ахара я подумаю завтра да то что связано про подумывание и вот здесь вот как будто бы трансформация связанная с этим становлением вас как императрицы личность я вам описала вот здесь это как раз таки была трансформация почему я говорю она имеет отношение и к финансам и к отношениям к чувству то есть в плане чувственности я сказал что императрица на первый план всегда ставит свои эмоции дан наполнение она выражает свою необходимость в любви через заботу по отношению к другим людям через влияние на других людей до для того чтобы получать вот этот вот свой статус я необходим я нужен я полезен вот а в плане профессиональной сферы здесь как раз таки умение зарабатывать деньги потому что императрица может быть и достаточно меркантильной вот когда ей это надо потому что для того чтобы покрывать свои какие-то нужды безусловно она может это получать с помощью других людей для то есть не напрямую зарабатывая сама вот но здесь вот это и другое необходимо и вот здесь вот становление вас как императрицы до пришло про это как раз и говорил аркан мира как и завершение завершение ситуации и путь вы прошли достаточно большой до от мага до не аркана мира и сейчас наступает новый этап ваша трансформация связана с этим с расширением с тем что расширили про расширение нас горит императрицы и аркан мира про то что расширяем какие-то свои возможности расширяем свои границы в том числе и границы нашего сознания потолок притязания у нас поднимается и мы поднимаем свою планку собственных желаний да и мы двигаемся дальше то есть вот с этим было как раз ки ваша связана трансформация с разрешением себе желать с разрешением себе получать и иметь причем легко и в удовольствие достаточно эгоистично для себя так какие неправильные выводы вы могли сделать после трансформации а какие неправильные по поводу опять-таки вашего прошлого в по первой позиции тоже было но немножко иначе до воспоминания воспоминания возможно о каких-то былых успехах либо где-то возможно то есть ваша трансформация была связана с тем что где-то я должна была научиться отстаивать свою точку зрения может быть где-то кому-то не давал знаете если был например развод не надо было мужу отдавать деньги да не надо было давать квартиру потому что здесь выпадает чем говорю про мужа потому что выпадает король пендакли где-то нужно было может быть участок земли сохрани да не надо было его разделять не надо было разменивать какую-то ну может быть квартиру то есть здесь речь идет о том что что-то было в прошлом когда было хорошо когда есть вот эти вот ностальгия воспоминания по шестерке кубков и они приятные они такие комфортные и этот комфорт он был связан с какой-то стабильностью здесь неправильные выводы о том что вот в прошлом наверное вот все было намного лучше чем сейчас потому что король педакли у нас говорит про изобилие и четверка педакли карта жадности такой знаете удерживание этой энергии и было их каких-то побед не вот и здесь вот это вот ностальгия воспоминания о том что возможно каждый прошлый год он был намного лучше чем сейчас вот что тогда было намного лучше чем сейчас вот здесь как-то выводы такие достаточно связаны поверхностные связанные с воспоминанием еще еще что какие неправильные выводы по поводу неправильные выводы вот думаю что другое покажет но он показывает в том же контексте у нас выпадает повешенные и двойка кубков да в плане того что где-то вы жертвовали либо лишали себя в каких-то отношениях да в каком-то союзе возможно вы зависали в какой-то ситуации как-то ее не развивали здесь я бы не сказал что вот какие-то выводы а здесь вот все таки у меня идут как некие сожаления что надо было надо было как-то узнаете настоять на своем вот у меня почему-то такое ощущение идет от этой позиции что где-то есть такой момент что а лучше бы я промолчала и просто бы встала ушла и сделала то что я хотела вот зачем мне надо было кому-то что-то доказывать где-то что-то отстаивать какую-то позицию вот надо было просто сделать так как хочу я в десимператрица краски про это говорила знаете когда я жила в ташкенте в юности в детстве да часто слышала узбеки говорили вот это знаете хоп когда ты что-то говоришь да вот надо вот так сделать он тебя внимательно служит он говорит хоп хоп ну в плане того что да да то есть я это обязательно сделаю сделает по-своему и вот и вот здесь почему-то у меня вот это вспомнилось плане того что вы как будто бы говорите да 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 как врач сказал надо совсем соглашаться вот но сделать по-своему здесь вот как будто бы какие-то такие сожаления да либо в плане того что как-то я себя лишал ну зачем я это сделала да то есть может быть человек это недостоин либо партнер этого я был недостоин когда я сам себя что-то ограничивал то есть а стоило это вообще стоило игра свеч вот здесь какие-то такие выводы вы сделали именно по поводу вашего прошлого хотя трансформация у нас как раз таки говорит что вот это вот прошлое она и вам нужно было потому что она благодаря этому она явилась каким-то знаете таким завершающим пазлом да с помощью которого вы смогли увидеть как вам прийти к императрице как вам стать вот именно таким человеком то есть знаете чтобы стать кем-то другим нам надо пройти какой-то вот определенный путь и вот в вашем случае такое есть то есть вот эти вот все страдания лишения ну вот то что было у каждого из вас в жизни вам это было необходимо для того чтобы как-то знаете это проиграть да я понял я понял так как не хочу а потом я буду делать так как хочу и вот чтобы понять как я хочу надо было сначала как как не надо сделать да и вот здесь вот это вот завершение то есть мной пользуюсь это когда знаете когда кто-то долгое время наседает вам на уши что там говорит обманывает еще что-то и вы уже ну вот вам так это надо это уже да ладно уже хватит да ну ну сколько уже можно меня обманывать ну ладно я понимаю что я человек такой знаете не мудрый я не хочу сказать дура либо дурак я понимаю что человек не мудрый вот но ну до такой степени то есть занижать меня и мой интеллект ну это даже для меня чересчур и вот здесь вот это вот такое ощущение что происходит происходит это и потом вы как-то знаете вот давит 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 на вас что вот это вынуждает вас сказать это нет вот здесь вот такое ощущение это всей позиции это как корсет если меня мужчина смотрит да вы не сможете наверное это понять и вот как корсеты раньше носили до в прошлых веках либо я не знаю ну я не знаю как сейчас россия есть или нет после родов рекомендуется женщинам одевать корсеты до чтобы вот потянуть помимо живота матку все такое чтобы все стало на место вот и это настолько сдавливает тебя что ты пыли знаете как когда это уже закончится я уже не хочу мою терпение нет хочется это все снять и расслабиться вот здесь вот примерно такое же да то есть вас как будто бы проверяли на прочность ну то есть сколько вы вы терпите для чего для того чтобы это вот так настолько запечатлелось в вашей памяти чтобы вы больше этого не позволяли здесь про это что повлияло на такие ваши суждения да вот по поводу того что а может быть где-то я что-то неправильно смотрела да ну вот здесь вы себя как-то вините корите во всем чтобы влияло на такие ваши суждения критика пятерка мечей да вот какая-то воинственность критика по поводу того что здесь опять-таки пример приведу такой по поводу тройки жезлов пример такой что не знаете ну какая-то жена обычная может да сходи ты к этому там не знаю приятелю еще то что-то такое но он на работу устроился и тебя возьмет вот и столько не работаешь столько времени и муж гордат вали я сама найду работать да нет ну ты сходи его знаете женщины муж такие пока не получим то что хотя начинаешь выпили и пили пили в какой-то момент да ладно лишь бы ты только не пилила я пойду сделаю так как ты хочешь вот вот здесь примерно такая же энергия то есть вас настолько достали мнение других людей советы рекомендации по поводу того куда вам нужно идти что вам нужно делать что вы уже начали знаете вот как будто бы сомневаться в своем прошлом да и вот отсюда у вас появились то есть вопрос у нас на куда появились эти суждения вот ваше суждение которых я говорил о том что каждое прошлое было лучше вот она как раз таки происходит из-за из-за внутренней вот этой вот вашей борьбы по поводу будущего то есть вы как будто бы получается у вас пойти в это будущее хочу спросить аркан шута обнуление да то сейчас происходит этот процесс обнуление обновления расширения опять-таки получается да да получается фортуна заворачивается вашу сторону выпало колесо фортуны влияние свыше тоже есть вот но вот вообще вся эта атмосфера по поводу вашего будущего она как раз таки знаете поспособствовала вам усомниться вас самих какими вы были ранее либо что-то произошло вашей жизни и вы как будто бы посмотрели на ситуацию по другим углом вот по органа повешенного и как будто вы сами приняли решение что помощью высших сил что нет так дальше я не хочу я хочу идти в новое вот как-то по-другому то есть я ваше будущее но ваше будущее ваш дальнейший путь двери который открывается вашей жизни вот это вот все повлияло на то что где-то вы начали рассматривать ситуацию таким образом по каким урокам вы получили нет давайте посмотрим страхи сомнения переживания волнения по поводу того что вы не стали где-то победителем на то есть вы испугались и поэтому не пошли в это будущее и ну либо в дальнейшей какой-то пути не стали победителем очень переживали то есть неудовлетворенность в плане не удата что вам придется еще и пересдать вот вот этой знаете неуверенности в себе я бы сказала да то есть вы идете скорее всего в это будущее потому что с одной стороны где-то я понимаю сам дали вы сама что мне в него надо с другой стороны здесь очень сильное влияние внешнего мира да то есть других людей как-то ситуации может быть то есть как будто бы до ваше желание но она под воздействием других людей ситуации как-то принято поэтому и судьбоносность да то есть есть внешние какие-то факторы которые влияют на то что вам нужно вы вынуждены пойти в это новое здесь вот этот неуд вам поставлен в плане того что по рыцарю мечей и по шестерке жезла как карты обе карты движения одна такая достаточно воинственная жесткая может быть да и конфликтная пятерка мечей тоже конфликтные страхи да в плане того что того как вы движетесь дальше но это знаете это когда вы хочется сказать когда вы убегаете от каких-то конфликтов да то есть вам не убегать от конфликтов надо а что нужно ирофант лицарь кубков вам надо принимать решение как-то знаете самостоятельно вот ваша не ваш неуд стоит в плане того что вы принимаете решение не сами потому что вы этого хотите а в силу каких-то обстоятельств да то есть вынуждены то есть как будто бы вы ждете последнего момента и ну сама ситуация вас вынуждает двигаться здесь почему-то показывает знаете как опять-таки как беременность почему именно дети беременность потому что вот наверное императрица что не пойду я к врачу не хочу я ходить к врачам вот и забеременела и вынуждены пойти либо здесь такая ситуация знаете вот ну не люблю я этих врачей не буду я ходить проверяться потом мог что-то случилось и вот хочешь не хочешь теперь придется идти туда вот здесь какая-то такая ситуация и почему почему вы самостоятельно не делаете выборы убегаете от конфликтов потому что все что связано с выбором это для вас очень такая знаете серьезная вопрос выбора серьезная вещь вам сложно определиться вам сложно сделать какой-то вывод и из анализа до анализировать может быть вы умеете но подводить какому-то общему знаменателю до какой-то черте вы не можете почему ну потому что у вас есть вот это вот ощущение что не получается мне на аркан солнце выпал ну вот детская и вот вы как будто бы знаете ну хочется и душа незрелая до ребенок есть вот этот вот детский подход не привыкли выбрать ответственность да ну если есть возможность и он на кого-то переложить все это с огромным удовольствием сделаете ну то есть пусть это не в плане того что что потом кого-то обвинять да нет ни в коем случае просто вам проще когда кто-то решает а вы исполняете то есть есть люди по натуре свои лидеры которые принимают решения да и несут ответственность им это в кайф это вот первые позиции у меня такие люди а есть люди которым вот без ответственности намного лучше да и для них это вот прям слишком дискомфортно когда надо что-то брать в свои руки что-то решать вот через такая знаете женская позиция то есть ну зачем мне выходить в этот внешний мир там оплачивать счета ну когда надо конечно же да это как хороший исполнитель ну то есть дали цельное указание да пойди на почту отправь это письмо я и пойду а так самостоятельно чтобы как-то решить что то сделать мне не хочу вот здесь вот что-то такое ощущение того что ну здесь детская позиция неуверенность вот присутствует у вас вашем характере вот это вот сомнение волнение переживания вот мнительность может быть в какой-то степени не дай бог это про меня не дай бог это со мной подальше от меня знаете вот вы относитесь скорее всего той категории людей которые привыкли быть за кем-то это не хорошо неплохо я никогда не оцениваю людей а я просто описываю ваш так скажем тип личности да как маленькие дети они всегда за родителя потому что они знают что есть кто-то более опытные более взрослые более знающие и он разрулит а я потом пойду за ним то есть мы не относитесь категории пионеров которые все на своей как говорится шкуре хотят попробовать экспериментировать нет ну пускай придут другие вот протопчет по эту тропинку а я потом пойду то есть я не говорю что я не пойду но это будет только потом как вам исправить вот это вот ваш не вот да что вы избегаете всевозможных конфликтов переживаете очень волнуетесь такая не хочется говорить да ну как так как это знаете есть же это выражение не в простейник ну то есть человек такой чувствительный беспокойный вот вы и такая вот беспокойная личность как это исправить а знаете больше фантазируйте мечтайте о том что вы хотите да представляете себя тем человеком к таким вы хотели бы быть то есть особенно когда знаете это вам наверное подсказка когда не можете принять решение представьте того человека который бы мог принять решение но я не знаю например если вы не можете определиться там с выбором куда поехать в отпуск представьте себя себе что вы являетесь вот тур агентом да вот он вам рассказывает во всех красах где какое место будет лучше прям вообразите да вот чтобы он вам предложил да и чтобы хотел чтобы вы купили то есть знаете как не через себя а вот как будто бы входить в роль другого человека прям вот потому что вас хорошо же развито воображение вот представляете себя человека таким вот как бы поступил там я не знаю человек который уже умеет это дело делать либо уже там не знаю не можете определиться каким путем пойти вот как как бы пошел там я не знаю кто у вас там авторитет например семье до либо какой-то приятель и подруга которая чем-то вот как бы она себя повела и ведите себя аналогично ну вот здесь как-то так то что если попадает королева жезлов такая огненная личная да по справедливости по справедливости в плане того что взвестия рассмотрите всю систу ситуацию да с разных сторон прежде чем принять решение вот здесь аркан выбора аркан влюбленных шестой тоже говорит про анализ ситуации и аркан справедливости тоже говорит о разных мнениях разных взглядов то есть прежде чем принять какое-то решение не опирайтесь только на тех людей которые на над вами давле и до влияют а рассматривайте ситуацию всесторонне и решение учитесь принимать самостоятельно то есть послушайте мнение всех а примите вот я не случайно сказала самом начале да про то как у нас в ташкенте узбеки говорили да то есть я я послушаю но сделаю так как я хочу вот такую позицию вам нужно такой позиции придерживаться то есть да я в принципе со всеми согласия ни с кем не конфликтует вы же избегаете конфликтов вот ну потому что они для вас вот прям психологически очень тяжело вы переносите всевозможные ссоры потому что эмпаты да и вот эмоционально это деструктив держите в себе поэтому рассмотреть ситуацию со всех сторон и примите решение верное для себя до по высшему суду исходя из ваших каких-то нравственных ценностей которые у вас присущего здесь вот у нас иерафан тоже не выходил соответствии с добродетелями в которые вы верите не на основе пороков других людей на основе своих собственных добродетелей чтобы ваша совесть была спокойна так такая у нас была вторая позиция соберу карту поставлю колесо фортуны пускай закручивается ту сторону в которую необходимо мы переходим позиции номер три и зелененькому камешку давайте посмотрим тройки какой вы тут проходили трансформацию какую трансформацию вы проходили двойка пендагли и и дужезлов по сравнению с другими позициями знаете вот всегда я говорю про тройку что вас такие серьезные какие-то уроки происходит и но сейчас глядя на карты я могу сказать что первые две позиции когда выпадают великие арканы до на трансформация не действительно такие серьезные у вас выпали малые арканы говорящие о том что вы могли уметь я в тот раз по моему говорила вам в одном из недавних раскладов что вы можете повлиять на ситуацию то есть она вам подвластно есть ситуации которые нам не подвластны вот мы не можем на них повлиять но есть вещи на которые мы повлиять сможет ваша трансформация она связана была с тем что вы могли на нее повлиять и вам нужно было найти как-то определиться с новым вот я говорю уже мне кажется большую часть из всех лет что я на канале по 3 позиции всегда говорю вот про это новое да когда вот люди как-то не идут в это новое и вот здесь трансформация с этим была и связана что подвойки педагли некая такая суета и неуверенность вот как сбалансировать и то и другое причем достаточно равнозначное и равноценное и сложно определиться с тем чтобы это новое по тузу жезла да вот этот вот импульс запустить до чтобы вот это вот новое начать своей жизни давайте я уточню ну вот это дальше ваше дальнейшее развитие я уточнила двойка педагли да с чем она связана восьмерка жезлов с вашим дальнейшим развитием и ростом с реализации ваших ваших каких-то мечт желание идеи да как их воплотить дальше но вот выпадает мало арканы то есть казалось бы такие серьезные трансформации вашей жизни проходят да и карты это показывает но по сути есть такое знаете вот ощущение что идет ну преувеличение да вроде бы энергии такие серьезные тяжелые казалось бы вот важные такие трансформации а сейчас мне показывают здесь карты что вот какие-то вот как будто бы нам придуманные да то есть эту задачу можно было решить намного проще и намного быстрее легче и ну уже давно то есть не на может быть в градус значимости снизили вашей трансформации все может быть но мелкие мелкие карты не велики вот поэтому трансформация была связана как раз таки с начинанием чего-то нового до реализации каких-то новых начал и раскрытие своего потенциала связанного как раз таки может быть либо со своими способностями коль мы говорим про пажа кубков либо с какими-то своими идеями причем детскими какими-то желаниями либо способностями из детства да давно которые у вас все никак не могут реализоваться находится вот каком-то начинающем моменте и так давайте теперь посмотрим то есть мы увидели да какую трансформацию вы проходите либо уже прошли завершили по поводу начинания чего-то такого нового какие неправильные выводы вы могли сделать после этой трансформации хочется сказать какие неправильные выводы по пажу педагли какие-то острые знаете моменты по отношению к себе либо по отношению каким-то своим переживанием волнением о том что такое чувство что у вас как будто бы больше появилось вопросов чем было до трансформации и вот вам как-то сложно сейчас справляться с вашими эмоциями да то есть вот как-то появились страхи по поводу той ответственности до которую вы как будто бы взяли по поводу перемен то есть здесь такое чувство что знаете во первых недостаток энергии а во вторых такое вот ощущение что а правильно ли я приняла решение либо принял решение то есть правильно либо получились те изменения которые мне необходимо здесь вот как будто бы здесь не сомнения здесь как будто бы не уверенность то есть получилось не получилось сработало это или нет то есть мои решения что они повлекут за собой какие последствия той ответственности до за те решения которые я принял на себя вот здесь знаете иногда бывает так но это очень похоже на то когда вы получаете какую-то новую должность да и безусловно у вас есть опыт у вас есть а знание иначе бы вам не дали эту должность но все равно есть такие внутри такая неуверенность в плане того что вот справлюсь и я получится у меня смогу я или нет вот здесь что-то такое присуще а с чем связаны эти вопросы но твои ищите какие-то ответы продолжаете искать ответы в плане того что вы знаете как будто бы я сделал либо принял какое-то решение и окей то есть я согласился допустим принять свой дар свои какие-то способности которые меня открылись на то есть я не хотел не хотела долгое время в это идти окей я приняла я согласилась как теперь на этом зарабатывать да вот здесь вот что-то такое как теперь приумножить это все вот мои способности вот эти таланты в материальном мире как это все можно реализовать как какое решение здесь принять у меня знаете чувство вот вы долгое время когда не могли с чем-то согласиться и я говорила вам это в моменты трансформации сейчас ощущение того что вы согласились вы приняли ситуацию вы дали окей и вот дальнейший шаг следующий шаг он как будто бы знаете открывает новые какие-то перспективы где вы остаетесь вопросом что окей а теперь как ну то есть вот знаете опять-таки начинаете сильно требовать от себя что как будто бы сразу хочу каких-то результатов вот причем знаете вы еще иногда можете себе говорить ну вот я же говорила что не надо либо говорил что вот не надо что это не получится вот пожалуйста да допустим я сделал сделала послушалась так как мне сказали и что теперь все равно это не работает вот здесь какое-то вот такое направление идет а а почему это неправильные выводы десятка педаклей выпало в каком контексте здесь десятка педаклей в плане вашего будущего а здесь как будто бы знаете вот вы окончательно вы еще полностью не поверили в то что вы как куда в ту ответственность который вы взяли на себя знаете иногда так бывает и в комментариях читаешь да я готова пойти к переменам да то есть я готова пойти в это новое и вроде она у меня есть и я хочу и а горю и дайте мне а когда человеку даешь что новое что он хочет он как будто бы сомневается потому что он видит что будет как-то сложно ясное дело потому что это что-то новое и еще опыта нет и поэтому я столкнусь какими-то трудностями сложности мы возникает вот это вот ощущение отступления отступить назад поэтому очень часто говорит о том говорится о том что когда принимаете решение сжигаете все старые мосты чтобы у вас не было шанса и намека на отступление да то есть сжигайте все мосты сжигайте все свои корабли за своей спиной да чтобы не было потом на это вот во время на почему-то у меня наполеон может я где-то это читал не знаю сжигайте свой флот чтобы не было возможности потом отступить то есть ну отступать некуда кораблей нету мосты все сожжены что делать только вперед и только вперед и вот здесь вот такое ощущение потому что выпадает двойка жезла да когда человек ну вот топчется на одном месте колется и хочется и мамы не велит и я не знаю как и хочу сделать правильное верное решение и время подгоняет и ошибиться не хочу то есть вот здесь ощущение того что да я согласился я принял но я до конца еще не верю вот здесь вопрос веры да я не совсем верю что это получится вот и вот эти вот неверные выводы они очень сильно знаете вот это вот ваша неуверенность недоверие к самому себе она очень сильно сотрясает ваше пространство то есть она и так такое зябкое потому что она только новое только возрождается а вы еще периодически ну колыхаете это пространство своими своими сомнениями то есть знаете как вот мне показывают как какой-то росток у которого есть корни и он находится в воде и вот течение его куда-то несет да вот это вот река чтобы он встретил какой-то камень какое-то препятствие за что можно было зацепиться и пустить корни а вот здесь вот как будто бы нету то есть ощущение того что росток готов и корни у него есть но нету того момента когда можно за что-то зацепиться и пустить эти корни вот у вас такое что как-то вот так вы плывете то есть то есть позиция говорит о том что присуща еще некая такая неуверенность чем это связано ну разбитое сердце разбитое сердце и ну прошлый опыт прошлый болезненный какой-то опыт причем семерка да по поводу вот этого нового ну вот вы как будто бы не очень то и верите в это новое знаете как то я иду но иду с сомнениями и это очень плохо не вот лучше бы вы вообще не шли чем идете с этими сомнениями верьте пускай это даже будет как то знаете хочется сказать какая-то такая ну сумасшедшая какая-то идея но верьте в нее главное чтобы вы верили тогда поверят и другие то есть пока вы это как напоминает очень юных таролога до которые выходят на канал начинают там делать свои расклады как-то неуверенность что ну вот они правильно смотрят что то что они говорят это так и есть и люди начинают считывать эту энергию и они могут писать в комментариях что да то что вы говорите это правильно у меня ну то есть получать подтверждение что это действительно так ну вот это вот и энергия неуверенности она слышится в голосе да когда человек тихо говорит либо мямлет либо запинается то есть и хочется сказать да говори ты уже нормально ты нормально говоришь нормальные мысли да только как-то будь более уверенным да вот здесь что-то такое какое-то присуще вот это вот ваша неуверенность она мешает она мешает то есть даже в самые сумасшедшие идеи надо верить и они сбываются получается только потому что вы в это верите вот как джобс почему-то пример джобса пришел да что вот он верил и в то что он создавал да с какими-то в каком-то непонятном гараже да сам по себе вот в никто не верил но все равно получается так что вот как будто бы все гении в них никто при жизни не верят и только посмертно как-то пришло признание не говорю о том что ваше признание придет посмотрите а вот как пример то есть они верили они верили в то что они говорили и они шли против вот всего вот этого течения у вас здесь какая-то аналогичная позиция что повлияло на такие ваши суждения что-то вы кому-то вы не верите в те перемены до что они дадут результата необходимого вам и знаете ощущение как этот он называется это боже мой не диагноз самозванца и забыла вот как это ощущение что вы себя считаете каким-то самозванцем что вот вас как будто бы выведут на чистую воду хотя вы прекрасны в том чем вы занимаетесь что повлияло на ваше суждение ну вот тройка педакли то новое что вы выстраиваете и здесь сразу выпадает четверка мечей как будто вы знаете начинаете что-то делать и ну не хватает вам энергии не хватает энергии потому что очень много мыслите король мечей до уходите вот в этот анализ то здесь такое ощущение что больше как-то вот как теоретики нежели как практике а вам наоборот надо как-то вот больше дело делать в процессе вы поймете откорректируете что так и не так а вы как будто вы знаете хотите вот все просчитать соломику подложить чтобы не ошибиться чтобы все было верно правильно и ну в вашем случае это не не работает это не будет работать по каким урокам вы получили не от да то есть что вы не усвоили в этой трансформации но вот пятерка пендакли как раз таки карта бездуховности и рыцарь жезлов что вы что вы не усвоили не усвоили знаете хочется сказать такой момент что вам ничего не принадлежит вот в этой жизни вам абсолютно ничего не принадлежит все будь то деньги будь то знание которое у вас есть вот вы как будто бы знаете просто гость по этой жизни почему я это говорю потому что здесь чувство того что вот вы как-то привязываетесь к чему-то придается слишком большую значимость и вам из-за этого как-то сложно двигаться в будущее и вот пятерка педакли карта духу духовной нищеты говорит о том что здесь человек причем у вас часто выходит пятерка педакли не верит не верит в то что то что ему необходимо у него это уже есть здесь надо изменить подход к жизни ваши вот это вот восприятие то есть все что я делаю я делаю это уже из состояния изобилия что у меня это уже есть неважно пускай это будет в идее да у меня нету денег сейчас но они у меня есть внутри потому что у меня есть вот это вот богатство то есть богат тот кто это ощущает то есть у вас могут быть наличными миллионов но вы не будете ощущать себя богатым здесь вот про это состояние а если мы говорим ну вот более таким земными понятиями да что вы какой урок вы здесь не прошли по пятерке педакли именно момент кризиса что все циклично потому что здесь рыцарь жезлов он говорит о том что вот вы как будто бы не доводите дело до конца рыцарь жезлов он такой знаете вспышками также как и туз жезлов то есть что-то загораетесь чем-то да какой-то период если что-то успели сделать на на этом вау состоянии вы делаете а потом потухаете то есть не хватает постоянства а то что вы хотите создать это вот десятка педакли это фундамент это постоянство это очень ну долгосрочные какие-то перспективы а ваш кризис по пятерке педакли он связан с тем что возможно вы вкладываетесь больше не получаете какую-то отдачу разочаровываетесь и бросаете а здесь вопрос не не в том чтобы загораться вот вот с этим у вас проблема как раз то что я говорила по тройке мечей проблема разбитого сердца что у меня не получается что я уже много раз все пробовала у меня это не получается и потому что вы как будто бы не доводите до конечного результата где-то вы ну вот бросаете здесь не про вклад который вы делаете а здесь нужно дать ну вот как-то знаете набраться терпения и и веры я я не знаю что еще здесь сказать потому что вот если бы вы сами верили и делали потому то что вы хотите да какой ситуации здесь идет речь просто потому что она вам нравится потому что вы от нее кайфуете опять-таки на примере например таролога да то есть я все делаю правильно как мне говорят и у меня не получается я не получаю денег мне не приходит клиентов так далее здесь вопрос в том что вы это делаете для допустим для клиентов для того чтобы и зарабатывать вот а а нужно делать то что вы делаете это потому что вам это нравится потому что клиенты приходят не столь за с вашей услугой сколько на ваше состояние ну то есть когда мы видим позитивных людей с прекрасной энергией мы хотим быть рядом с ними и когда мы продаем какие-то услуги всегда есть люди которые продают аналогичные но у кого-то берут а у кого-то не берут и это вопрос как раз таки того состояния мастера который транслирует свои услуги если ты видишь что человек уверенный а к нему хочется прийти и как говорится неважно в каком магазине вы покупаете обувь заходите в магазин смотрите там менеджер по продажам да это девушка там продавщица такая улыбчивая она обслуживает конечно хочется и второй и пятый и десятый раз прийти потому что ну к вам отнеслись как человеку обращали внимание на ваши потребности то есть хочется прийти не потому что вам впихивали и абы-кабы с вами обращали чтобы продать свою продукцию понимаете о чем я вот здесь вот примерно с этим и здесь вопрос значимости пятерка педакли я я хочу вот прям знаете когда мы за что-то держимся мы это не получаем потому что нету движения у меня все время на вопрос сдерживания приходит один и тот же образ когда вы находитесь пустыне схватились за эту горстку песка и держитесь и смотрите именно то что есть у вас в ладони и лангари зачем ты держишь эту горстку песка отпусти ты находишься в пустыне песок тебя окружает почему ты сфокусировался именно на том что ты держишь в своей ладошке ладошки здесь вас примерно то же самое то есть вы держитесь за то что вокруг вас и так есть в изобилии но вот это вот ваше такое восприятие потому что то та ситуация которую мы говорим здесь сейчас мне есть какая-то значимость здесь есть какая-то ценность за которую вы держитесь эта ценность из из вашего прошлого то может быть какие-то убеждения как вы взаимодействовали с другими людьми может быть вера в то как надо взаимодействовать да то есть как вы вот знаете понимание помощи тоже до что я же помогаю например другим людям и они должны быть мне благодарными вот они такие неблагодарны почему такое происходит здесь надо просто фокус внимания сместить с конечного результата на то что вы получаете в момент процесса того чем вы занимаетесь вот это важно знаете как напоминание а для чего вы это делаете то есть если вы это делаете для другого человека это всегда будет провально потому что ваши ожидания они никогда не будут исполнены мы не можем повлиять на другого человека на его реакцию на наш продукт то есть мы не можем заставить другого человека купить мы не можем другого человека заставить меняться но Мы можем сами кайфовать от своего продукта, того, что мы даем. И это нисколько не эгоистично, это то, чем нас наполняет. То есть если вы ждете какой-то отдачи от другого человека, чтобы наполниться, потому что когда мы ждем финансов, либо еще что-то от другого человека, это тоже ожидание. Мы всегда в ожиданиях будем разочаровываться. Поэтому здесь вот такие уроки, по которым вы получили неут. А как их исправить? Вот смотрите, выпала пятерка жезлов. Еще одна пятерка. Вот у вас, кстати, уроки все по пятеркам, все пятерки вышли. Четыре пятерки вышли. Они у нас в краске говорят о духовном уроке. Это сфера гибра такая жесткая достаточно. И девятка кубков. Перестать разочаровываться, перестать обращать внимание на то, что вы не имеете. Вот в принципе то, что я и говорила. А обратить внимание именно на эти кубки, которые у вас есть на момент наслаждения именно для себя. Вот что вы получаете. Не от другого человека, а то, что есть внутри вас. Не конкурировать с другими людьми, а наслаждаться от того процесса, в котором вы находитесь, в контексте той темы, которую мы рассматриваем. Знаете, слушайте себя. Что вам говорит ваша интуиция? Продолжайте делать. Придет стабильность. Придет та стабильность, которая вам необходима в той теме, которую вы хотите. Если вы перестанете, знаете, здесь еще вы как будто бы и закрываетесь. Посмотрю, а чего вы тут закрываетесь. Как будто бы и сами закрываетесь. Такое ощущение, может, закрываетесь от успеха. А чего вы тут закрываетесь? От какого-то прошлого. От прошлого того, когда... Быть может, от прошлого союза, если для кого-то эта ситуация имеет отношение. От прошлых партнеров. Здесь может быть от прошлого взаимодействия с людьми, как вы взаимодействовали в вопросе принятия и отдачи. Здесь правильное закрытие. Вот так скажу. То, что я сначала подумала, может, вы от чего-то хорошего закрываетесь. Нет. Придет стабильность. И если вы как раз вот от этого прошлого, да, прошлых взглядов, какая-то вот наивность детская в прошлом, которая была, если вы от этого будете закрываться и пойдете как раз в это новое, в королеву жеслов. Ну, в принципе-то в этом и заключалась ваша трансформация, пойти в новое. Идите, идите в это новое. Пускай оно вас наполняет эмоционально. Не зависайте. Не зависайте, и вы придете либо к финансам, для кого здесь важно, либо к изобилию, потому что король педакли выпадает. Вы придете к тому, чему вы хотите, просто продолжайте делать то, что вы делаете, и верьте в это. Либо вообще не делайте, либо если делаете, делайте с верой в то, что вы делаете. Нельзя, допустим, производить какую-то продукцию и, знаете, вот в формате того, а, сойдет и так. Нет, это так и не сойдет. Вот в вашем случае так не сойдет. Рисуйте, рисуйте от души, либо вообще не рисуйте. И не важно, сколько времени не пройдет. Но когда вот вы садитесь, делайте это в кайф, делайте это в удовольствие и продолжайте, продолжайте, продолжайте. Быть может, ваш путь, он просто долгий. Бывают люди, которые получают результат очень быстро. Допустим, там, я не знаю, открыл свой канал, и, ну, я не знаю, темы такие были приятные. Может быть, человек так говорил хорошо, и канал очень быстро рос. А есть люди, которые медленно развивают свой канал. У них года забирают то, чтобы дойти, например, до 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч, в зависимости от того, у кого какая цель. То есть кто-то быстро приходит к своей цели, точно так же, как, например, вы хотите сбросить вес. Кто-то быстро приходит к необходимому весу, а кто-то очень долго идет. Вопрос не во времени, а вопрос в том, что как комфортно вам. В вашем случае вы теряете силу, вот что очень важно. Вы теряете энергию, когда вы здесь, вы сам себе враг. Потому что пространство сотрясаете зря, воздух сотрясаете зря. Не сотрясайте. Либо вообще не желаете то, что вы хотите. Либо если пожелали, то, знаете, верьте, как говорится, до последнего победного. Вот, скорее всего, в этом и заключается ваш урок. И не цепляйтесь, не держитесь за то, что очень важно для вас. Прямо снижайте градус значимости и важности. Здесь вот по пятерке педаклей есть, присутствуют некие такие иллюзии, да, которые вот единожды мы создали в своей голове. И потом как-то вот идем по готовому сценарию и не перепроверяем, работает он или уже давным-давно изжил у себя. Вот такой у меня был расклад для вас. Хочу пожелать вам всем прекрасного настроения, улыбок, удачи. И вот хочется сказать, на этой неделе, знаете, вот каких-то счастливых, не знаю, ситуаций, либо какие-то вот что-то такое внезапное и приятные случайности. Вот так давайте я их назову, потому что у меня такое ощущение, что на этой неделе они будут такие достаточно маленькие, маленькие, но маленькие приятности, да, как маленькие пряники. Почему пряники, не знаю, кто-то здесь печеньки печет, как пряники. Побольше вам этого на этой неделе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok